всем привет сегодня мы поговорим про естественный отбор и про происхождение видов есть такая широкая научная теория о том что люди произошли от обезьян так вот я вынужден дополнить и расширить эту теорию тем что некоторые люди произошли а некоторые не до конца произошли чем-то характерно обезьяна очень легко обучается тому что ей надо тому что несет ей жрачку или удовольствие научить обезьяну открывать кран легко и просто потому что ну обезьяна хочет пить она открыла кран вода потекла обезьяна пьет то что она попила и кран надо закрывать ей невозможно объяснить она не может думать там об истощении природных ресурсов о том что может забиться раковина может залить пол может затопить соседи снизу обезьяна не умеет думать о других и не умеет думать о будущем поэтому можно либо выдрессировать из-под палки либо она так и будет открывать кран и уходить многие люди умеют открывать краны но не умеют их закрывать это наводит на мысль о том что эти люди все-таки не до конца произошли из обезьян вот то есть до конца из обезьян но не до конца в людей и пожалуй самая как бы неприятная ситуация из-за которой начал все сегодня записывать да это когда там в переписке те человек говорят здравствуйте я хочу купить вашу гитару я говорю это классно так что что для этого должен сделать я и человек начинает загибать пальцы ну пришлите мне там фотографии с десяти сторон замерьте линейкой в пяти местах напишите все ее характерные косяки запишите мне файл со звуком вот мне это все как бы очень интересно с одной стороны все логично все правильно человек действительно интересуется инструментом я прихожу с работы домой все это дело измеряю фотографирую записываю присылаю ему в ответ что в ответ правильно молчание но вернее то есть если это нормальный человек он говорит о да классно я беру или если у него объективность к чему придраться он придирается вот но есть ситуации когда в ответ молчание через сутки я смотрю мое сообщение было прочитано человек несколько раз появлялся в сети но больше ничего не написал я ему еще раз пишу что такой-то такой-то вещь вы у меня просили я вам сделал что дальше в худшем случае дальше ничего продолжается молчание в лучшем случае человек скажет а я вчера уже купил что мне было надо в другом месте здесь ключевой вопрос да это человек который мог написать спасибо я уже купил то что мне нужно больше не надо для меня доставать гитару фотографировать измерять записывать да я уже купил то что мне нужно но так поступает человек потому что это процесс соизмеримый с закрытием открытого крана да он закрывает диалог он закрывает начатое дело вот те люди которые недостаточно произошли в человека из обезьяны они могут спросить тебя да вот замороще ради меня потрать там час полтора времени на то чтобы сделать все это причем они так написали наверное десятерым разным людям в итоге купили у одиннадцатого вот это про происхождение видов да чем отличается до конца произошедший человек человек от не до конца теперь непосредственно о естественном отборе в чем же естественный отбор в том что ввиду того что я долго варюсь в этом всем бывает что мне с одинаковыми вопросами с интервалом в какое-то количество времени пишет один и тот же человек и вот если человек первый раз написал поназадавал кучу вопросов я ему ответил он молчит я ему пишу он молчит я ему через день еще раз пишу актуально вообще вы зачем спрашивать если вам не интересен ответ он снова молчит хотя все прочитано проходит полгода он же пишет мне на другое объявление точно также проходит еще полгода он пишет так снова я смотрю знакомые вопросы знакомый подход знакомый почерк захожу в аккаунт знакомый аккаунт все я его в этот момент удаляю отбор заключается в том что этот человек не станет моим покупателем некоторые мои подписчики некоторые мои читатели слушатели говорят андрей так нельзя даже если человек дурак даже если он там торгуется или что-то еще надо уделять ему внимание надо идти ему навстречу надо ему тактично методично объяснять что не так а вот так отвечать на все поставленные вопросы ребята у меня нет задачи плодить вокруг себя там я не знаю хамов идиотов обезьян мудаков у меня есть задача окружить себя адекватными людьми и хорошими покупателями да сейчас я это говорю в ключе продаж но в ключе как бы общение все то же самое если человек в кругу моего общения ведет себя как мудак я перестаю с ним общаться это нормально потому что я хочу чтобы вокруг меня не было мудаков если человек ведет себя как человек который действительно хочет купить гитару он и покупает если человек ведет себя как незнамо кто на он подвергается естественному отбору таким образом я не увеличиваю вокруг себя максимальное количество людей из которых никто один хер ничего не купит они не покупатели они мозгоебатели они не купят гитару они только потратят мое время мои нервы мои силы в этом нет моей задачи вот они будут отсеяны останутся те кто четко формулирует задает правильные вопросы реагирует на то что я им отвечаю в конечном счете покупают гитары это не жестокость это это природа это естественный отбор всем спасибо спасибо